здравствуйте в этом видео расскажу про заезд в бокса и в гараж поставил я гараж ну пока а с палочек потом покажу на реальных машинах многие спросят почему поставил не по разметке почему постав forms а на расстоянии потому что смотрите машины когда стоят они стоят на расстоянии от разметки когда вы будете заезжать на реальная парковки вы скажем не экзамен сдаете дана реальной то вам нужно ставить машину посередине разметки зачем без перчатка висит чтобы когда мы будем сдавать чтобы мы отличали палки потому что они все по сути дела одинаковые сзади там еще я одну поставил палку то есть но это как ориентир просто когда мы будем сдавать назад чтобы не ударить на чтобы было видно насколько далеко заезжать в основном у новичков какой вопрос когда мне нужно крутить руль и на каком расстоянии нужно стать от гаража что в него попасть то есть проблема когда крутить руль сейчас я вам расскажу как найти момент когда крутить руль когда вам нужно заморачивать до в гараж на лако на своей машине на индивидуально найти то есть Скажем, у меня седан, а у вас может быть универсал, а может быть жип, а может быть хатчбэк. И в каждой машине немножко может быть разный выбор от руля. Я вам сейчас покажу, как найти именно момент, когда нужно крутить руль. Смотрите, у нас должно быть до гаража, до того места, которое мы хотим объехать. Будто машина стоит, да, будь то это край гаража, там столб какой-то, который вы хотите объехать. Должно быть сбоку 2 метра бокового интервала. Вот так, раз, два. И 2 метра в эту сторону. Вот такой угол, раз, два. Два на два. Я даже здесь нарисовал вот такой вот кирпиччиком крестик. Когда я буду выезжать, я буду попадать примерно в одну и ту же точку постоянно. Сейчас я вам покажу из салона и покажу с улицы. Смотрите, как нам нужно найти момент, когда нам нужно заворачивать. Как найти на своей машине, скажем, на те момент, когда вы именно заезжаете в гараж. Смотрите, вот эта стойка. Вот эту стойку вы выезжаете прямо, равняете с краем, скажем, машины, либо гаража. И руль закручиваете до упора. И едете. То есть, если вы доехали до стойки, вы эту стойку уже никак не зацепите физически. Все, на любой машине вы доехали до стойки, которую я вам показал. Руль закручива в упор, машина выйдет. Как только она станет прямо, вот вы даете до этой точки, как только она станет ровно, вы посмотрите, как только вот что вы увидите, то и будет ваше место заезда. То есть, скажем, когда я выезжаю, у меня возле стойки появляется вот эта перчатка. Я знаю, что на этом месте мне нужно крутить руль. Сейчас я вам салона покажу, будет понятнее. Сейчас выезд покажу, как найти именно точку. Сейчас еще раз покажу. Значит, смотрите, на своей машине вы выезжаете, там вам нужно найти точку заезда. Не важно, какая у вас машина. Вот по стойку вы выехали, сравнялись, руль до упора. Вы зацепить эту палку не можете уже. Все, не бойтесь, вы ее не зацепите. И ту тоже не зацепите. Машина выезжает. Как только она стала ровно, вы поворачиваете голову, вот так вот наискось смотрите, и вы увидите, скажем, точку вашего заезда. В данном случае у меня перчатка как раз вот на стойке. Смотрите, вот я выехал, руль выкрутил до упора, выехал, встал как раз колесом на это место, которое я вам показывал. Угол 2 на 2. В каждой машине может быть по-разному. Может быть чуть дальше уходить машина, может быть чуть ближе уходить. Поэтому я же говорю, для каждой машины индивидуально, вам надо по стойку выехать, найти момент. У меня в данном случае, когда я сижу на водительском месте, вот это вот место равняется с местом, которое я хочу объехать, в данном случае с перчаткой. Я с этого места сейчас закручу руль, машина заходит в гараж. Сейчас я вам покажу. Руль я заворачиваю до упора, еду, вижу перчатку. Перчатка закрывает стойка, периодически. Я ее не вижу. Если так камеру отвести, то будет видно. Так видно, так не видно. Если не видно, я переключаюсь сразу на зеркало. И по зеркалу видно, как я захожу. Видно палочку. Здесь видно. Потом смотрим по этому зеркалу. Здесь видно. Мы должны увидеть полностью две палки. Смотрите, одну, вторую. То есть это параллель мы должны увидеть с машиной. Разметка совпадает. Та, которая видите впереди и та, которая сзади. То есть по зеркалам мы видим, но немножко вбок машина пошла. Вот, мы ее ровняем, колеса ровняем и мы заходим в гараж. У нас есть угол 2х2. Мы, в принципе, заходим в гараж. Смотрите, снимаю из салона. Все с салона показываю. Выезжаем по стойку. Вот мы выезжаем по стойку. Сравнялась машина. Руль закручиваем до упора. И едем. Едем, 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 едем. Выехали. Как только мы встали ровно, мы выровняли машину. Мы смотрим сюда. Видим нашу перчатку. Это наш момент заезда. Я могу проехать вперед. Смотрите, чтобы сбить точку заезда, скажем. Вот вперед я сейчас проеду. Все, я поворачиваю голову. Я не вижу, видите, вот если через заднее стекло посмотреть, видно, где там она, перчатка есть. Все. Мне нужно найти момент заезда. Смотрите. Вот ставлю на уровне головы. Еду, еду, еду. Сейчас увижу перчатку. Вот она. Все. Я знаю, это место заезда в гараж. Руль заворачиваю до упора в сторону гаража. Еду. Смотрю. Видите, смотрите, сейчас покажу вам. Вот перчатка пропадает, я переключаюсь на зеркало. По зеркалу проходит здесь. Посмотрим, что здесь. Здесь проходит. Едем дальше. Контролируем две стороны. Не с одной стороны смотрим. И смотрим в одну, и во вторую сторону. Смотрите. Вот появилась разметка. Здесь появилась разметка. Посмотрим вперед. Кривовато. Чуть подровняем. Чтобы было одинаково. Здесь было одинаково. Там было одинаково. Все. Ровно. Колеса ставим ровно. И ровно заезжаем назад. Ну и понятно, смотрим сзади, чтобы не ударить заднюю палку. Заднюю машину. Все. Заехали-стали. Причем смотрите. В каждой машине точка заезда будет разной. То, что я вам и говорил, что вам нужно по стойку выехать, завернуть. Примерно на моей машине как раз у меня край стойки равняется с краем перчатки. Я заворачиваю, руль заходит. На вашей машине может быть вполне, что у вас будет на середине окна. Вы голову повернете, сидите на водительском месте. Поворачиваете голову. У вас будет примерно середина окна и край перчатки. То есть вы видите. Все. Вы знаете, что в этом месте вам нужно закручивать руль. Опять же таки играет роль какая? Смотрите. Вы, к примеру, это я сейчас выехал, к примеру, встал в этой точке, увидел перчатку, завернул на месте руль. Машина зайдет четко в гараж. А если я, к примеру, проезжаю, когда я еду, ну, к примеру, по парковке, вот по реальной, я же не подъехал, так вот выехал с парковки назад заехать. Я еду по парковке реально. И мы не знаем, какой у нас боковой интервал. То есть ученики вот это расстояние на глаз они особо не определят. И поэтому получается, что если у вас расстояние маленькое здесь метр, и вы точно так же подъедете, увидеть край перчатки, начнете заворачивать, то вы пойдете вот сюда, вот в дальнюю стойку. Она поедет далеко. Если вы наоборот подъедете, у вас бокового интервала будет там не 2 метра, а там, не знаю, 4 метра, да, вот вы подъехали на таком большом расстоянии, проехали, точно так же увидели по стоечке, увидели перчатку, начнете заворачивать, то вы пойдете в эту перчатку. То есть это нет стопроцентной гарантии того, что вы попадете в гараж. Это примерный момент, когда вам нужно крутить руль. Там дальше нужно рулем немножко играться. Если вы едете в эту стойку, вам нужно руль немножко отворачивать в обратную сторону вы будете ехать немножко дальше потом опять заворачивать тоже нужно как бы все уметь то есть это примерный момент когда крутить руль потому что у учеников в основном вопрос какой когда мне нужно заворачивать потому что начинает крутить сильно рано едут понятно в эту стойку или вообще вот мимо гаража попадают начинает крутить сильно поздно проезжает гараж полностью то есть нужно хотя бы примерно понимать когда крутить это примерная точка если четко выехать вот так как я вам показывал по стойку выехать сюда стать потом выкрутили обратно она обратно также зайдет в гараж но я же говорю это нужно как бы на своей машине еще приловчиться к этому смотрите также какой еще момент какая ошибка учеников примеру вы знаете уже вашу точку заезда когда вам нужно крутить руль и вы едете вот вы проехали немножко дальше смотрите о я место заезда проехал машина едет назад видят что увидели свою точку заезда машина едет и в движении крутит руль пока вы крутите руль в движении машина проезжает определенный участок понятное дело дано метр два проехала и вы уже в гараж не попадаете то есть это работает вы увидели стойку на месте выкрутили руль и заехали то есть так работает либо примеру машина у вас стоит вот сейчас у меня машина стоит ровно куда она стоит ровно в не угол такой 90 градус не получается а если вы выехали криво вы поставили машину боком вот так вы точно также увидите перчатку вы не попадете а если вы стали не в эту сторону в эту сторону то есть играет роль еще как машина стоит она стоит боком либо она стоит у вас ровно вы едете в движении крутирули ли нет это тоже играет всю роль то есть это же относительный момент не будет сто процентов никогда что вы все подъехали стали закрытыми глазами заехали все нужно смотреть то есть главное знать момент когда вам нужно крутить руль смотрите еще раз показываю то же самое выезжаем по стоечку вот она стоечка наша до сравнялась руль до упора это чтобы найти вам момент когда вам нужно заезжать в гараж но смотрите опять же момент какой примеру я сейчас стал я знаю что вот я сейчас поворачиваю голову я вижу перчатку сейчас я вам салона покажу вот смотрите видите я вижу свой момент заезда но когда я подъезжаешь не всегда так ровно подъезжая примеру могу проехать дальше вот скажем я проехал дальше смотрите проехал я дальше у меня точка заезда сбилась я сдаю назад пока я не увижу свою палочку смотрите вот я сейчас увижу свой ориентир сдаю 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 видите я увидел перчатку все я знаю что с этого места у меня машина зайдет в гараж закручу руль до упора в гараж завернул все машина едет смотрите я еду 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 по зеркалу смотрю чтобы здесь заходила смотрю в это зеркало чтобы здесь проходила увидено одну палочку вторую видно разметка там одинаково там колеса ставим ровно полтора оборота обратно и машина заезжает гараж все заехал гараж все видите машина заходит в гараж причем она заходит видите посередине разметки на экзамене когда вы будете сдавать экзамен у вас всего одна попытка заехать в гараж вам нельзя включать первую передачу по крайней мере в украине вы можете медленно ехать назад но нельзя включить первую передачу скажем подровнять ее поэтому вам нужно четко заехать в гараж с одного раза у вас всего одна попытка поэтому в основном кто учится сейчас в автошколе их как бы натягивают грубо говоря натаскивают на на гараж именно чтобы они понимали именно момент когда нужно крутить то есть вы выехали проехались грубо говоря вы отъедете до по парковке проехали стали вы увидели свою точку заезд остановились руль до упора закрутили и вы заходите четко в гараж все как бы да машина четко попадает гараж опять же такие нужно смотреть да бывает что вы перестарались едете сюда потому почему как бы меняется . заезда потому что боковой интервал может меняться у вас может быть сбоку два метра может быть метр то есть это уже играет роль как вы станете ровно вы проехали стали либо вы пока голову поворачивали смотри на гараж у вас машина стала боком тоже будет немножко другой заезд это тоже нужно учитывать смотрите как я вам и говорю когда вы заезжаете в гараж ваш ориентир всегда то препятствие которое вы хотите объехать скажем угол машины угол гаража и так далее вы всегда едете ближе к этому краю как бы если вы поедете колесом ваша который идет вот по этой стороне но зайдет Далеко от препятствий, которые вы хотите объехать, то, понятное дело, куда вторая сторона зайдет? То есть, если здесь много места, второй стороне просто заехать будет некуда. Поэтому вы смотрите, что если вы по зеркалу смотрите, и вам кажется, что здесь очень хорошо, проходит машина 100%, много расстояния, то есть, если здесь много, значит, с другой стороны будет мало. То есть, вы должны понимать, что машина едет по радиусу. Вы когда заходите, по кругу вы едете, у вас колесо проходит, к примеру, здесь, заднее, но по факту она отъезжает, отъезжает, отъезжает и становится дальше. То есть, если колесо пройдет вот здесь близко, это не факт, что машина так и станет. Потому что вы когда заезжаете, но если с большого угла, то она может близко так и стать. Но в основном, если вы заезжаете, у вас сбоку 2 метра, она пройдет даже, может впритык проехать колесо, но станет она все равно расстояние от, скажем, палочки, от вешки, от машины. Смотрите, то же самое, мы сейчас Audi поставили на это место. Audi длиннее, чем моя, да, скажем, Chevrolet Aweo, она подлиннее. То же самое, я сейчас выйду по стойку, заверну руль, найду место заезда и потом заеду в гараж. Сейчас я вам покажу. Смотрите, то же самое на Audi, момент, ищем заезда в гараж. Выезжаем то же самое по стойку. Все, выехал, сравнялся, руль до упора. И выезжаю. Выезжаю, выезжаю, выезжаю и смотрю головой. Вот сюда, смотрите, вбок, вот я смотрю. Вот смотрите, голову я поворачиваю, на Audi я выехал и мне нужно найти момент заезда. Вот он. Видите, если наклониться, вот за стойкой видно перчатку. Но здесь ее видно в окошке. Вот когда в окошке я вижу, что появилось какое-то препятствие, которое я хочу объехать, мне уже пора закручивать руль. Все, я это увидел. Руль закручиваю до упора. Вот сейчас он завернул, видите, до упора. Все, я еду туда, захожу в гараж, не глядя. Видите, вот машина заходит, заходит, заходит. Я вижу, что я попадаю в окошке, вот видно палку. Переключаюсь на зеркало, чтобы 100% видеть. Здесь проходит. Смотрю с этой стороны. Здесь тоже заходит. Видите, проходит хорошо. Вот я вижу палочку, вижу разметку. Здесь тоже вижу палку, вижу разметку. Все. Равняю колеса ровно, руль ставлю ровно. И заезжаю назад. Ну и, понятное дело, смотрю еще по зеркалам. Подравниваю, чтобы было ровно там, там. И не забываем, понятно, про заднюю машину, про заднюю стойку, чтобы не ударить ее. Смотрите, такой способ заезда в гараж для учеников самый легкий. Почему легкий? Потому что есть четкие ориентиры. Вы едете, как я вам показывал, да, проезжаете гараж. Вы видите четко, когда вам нужно остановиться. То есть, либо если вы проехали далеко, вы можете сдать назад. Сдать назад на сколько? До своей, как бы, до позиции, скажем. Вы на стоечке увидели перчатку, встали, руль до упора закрутили и поехали. То есть, вы делаете все поэтапно. Не нужно пытаться ехать, делать все в движении. Какая основная еще ошибка у учеников? Закрутили руль до упора, едут, едут в гараж, едут, едут. Нормально заходят, попадают в гараж. Заезжают в гараж и руль не ровняют. То есть, руль в упоре как был, так и есть. И продолжаете ехать, 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 и в итоге машина начинает ехать просто по кругу. Ехать уже на выход начинает ехать. То есть, вы когда заезжаете, вы едете поэтапно, не спешите. Не значит, что вы должны ехать к профессионалу, все в движении делать. Что вы заезжаете, заезжаете. Прямо в движении увидели, что на ровно вернули руль и заехали назад. То есть, на экзамене от вас этого не требуют. Вы можете остановиться, посмотреть. Да и так, если вы заезжаете на реальной марковке, на машинах. У вас рядом сбоку стоят машины. С одной стороны рейндж-ровер, с другой поршкаен. Вы что будете не глядя так заворачивать, ехать поэтапно. Подъехали, смотрите, здесь проходит, остановились. Посмотрели в зеркало, проходит. Доехали дальше, посмотрели по зеркалам. Здесь проходит, здесь проходит. Все, машина стоит ровно, колеса у вас еще стоят боком. Выровняли на месте колеса ровно и поехали назад. То, что вам будет говорить, что если вы на месте колеса крутите, убивается резина, убивается рулевая рейка и так далее. То есть, у вас задача сейчас медленно заехать, никого не ударить. Со временем вы будете делать движение и будете крутить. Вам нужно время подумать, потому что времени у вас нет. Вы будете в движении ехать, если вам будет кто-то говорить, что, мол, на месте не крути руль, ничего не будет с вашей машиной. У меня на машине уже 200, уже сколько там, 300 тысяч пробега, на месте ученики постоянно крутят руль, ничего с ней не случилось. Все там живое, все там нормальное. Поэтому сильно не заморачивайтесь. На машинах, которые рекомендовали крутить руль, особенно тяжело его крутить, когда у вас нет гидроусилителя. Там, если вы будете пытаться ехать без гидроусилителя на месте крутить руль, это будет действительно проблематично. С гидроусилителем спокойно вернули колеса, поставили, посмотрели, вам главное, чтобы вы, говорю, никого не ударили. Посмотрели по зеркалам, проходите, заходите в гараж. Смотрите, показываю на реальных машинах, подъезжаем, смотрим, оставляем сбоку 2 метра бокового интервала, переводим взгляд так, чтобы мы остановились, ну, примерно, чтобы мы видели край той машины, которую мы хотим объехать. Все, мы его видим, руль в упор и поехали. И смотрим, можно смотреть головой туда, но видите, перекрывает обзор уже, стойка закрывает обзор, не видно. Смотрим по зеркалу, по зеркалу, видите, машина проходит, видите, близко идем, можно руль немножко вернуть в обратную сторону, чтобы мы не так близко подъезжали. Потом обратно завернуть, здесь смотрим, машина проходит, вот проходит здесь. Там смотрим, по разметке тоже попадаем. Все, ровняем колеса ровно, заходим, становимся на заезд, заехали, встали. Смотрите, на хатчбеке вам показывают то же самое. Выезжаем по стойку, чтобы найти момент свой заезда. Руль заворачиваем до упора и едем, чтобы машина стала перпендикулярна. Вот она только остановилась, мы смотрим, что мы видим, наш момент заезда. Здесь он немножко уже другой. Смотрите, здесь как бы почти то же самое по стойку, но видите, стойка и зазор немножко. И с этого момента мы выкручиваем руль и заходим в гараж ровненько. То есть я знаю уже точку заезда. Если я проеду даже вперед, его собью, все равно я знаю, когда мне нужно крутить руль. Смотрите, я колеса сейчас ставлю ровно, к примеру, проезжаю вперед. Вот я проехал вперед, чтобы сбить точку заезда. Все, я включаю заднюю передачу, сейчас смотрите, задняя. Еду назад. Смотрите, я сдаю назад, мне нужно увидеть вот Ауди, где заканчивается и немножко еще. То есть я вот на этот момент нашел, я знаю, что этот момент выворота руля на этой машине. То есть на каждой машине, я же говорю, немножко раньше. На моей, как только я увидел, вот за стоечкой, скажем, конец, где заканчивается машина, мне нужно крутить. Здесь немножко еще нужно проехать, видно. Все, руля закручиваю до упора и еду. Вот, смотрите. И машина заходит ровно в гараж. То есть у меня такой угол 2 на 2. По зеркалу смотрю, чтобы машина проходила, ничего не зацепила. Вот, здесь проходит. С другой стороны тоже смотрю, видите, по зеркалу проходит нормально. Смотрю на разметочку, чтобы я увидел разметку. С этой стороны разметочка есть. С той стороны разметка есть. Все. Осталось выровнять колеса, потому что колеса у меня выключены полностью. Возвращаю руль, колеса ставлю ровно. Ну и заезжаю назад. Все, смотря по зеркалам, чтобы я ровненько заходил. Все, заехал, встал. Смотрите, 3 машины, 2 седана, 1 хэтчбэк. Один седан длиннее, другой короче. На каждой точке заезда немножко отличается. То есть как ее найти, вы поняли. По стойку выехали, завернули. В этой, примерно на Audi, как только в окошке здесь я вижу момент заезда, я заворачиваю. Здесь на Hyundai, на хэтчбэке, она немножко короче. Я вижу уже за стойкой, как бы стойка увидел, проехал немножко, потому что я вам показывал, заворачиваю. На своей машине, как только я увидел, у меня стойка перекрывает обзор, когда я заезжаю, вот эта часть. То есть как только я увидел, нужно крутить. То есть на каждой машине это можно этот момент найти. То есть для учеников, для тех, кто как раз только начали водить, только учатся, для них это очень удобно, когда они вот именно знают точку, когда можно крутить. То есть в реальной жизни, конечно, по точкам мало кто заезжает. Но вот как раз вот для того, чтобы сдать экзамен, для того, чтобы для начала как-то начать ездить, как-то парковаться, какие-то ориентиры, то есть вот эти вот ориентиры есть. Мы проехали по стойке, увидели край того препятствия, который вы объезжаете, встали, завернули руль, машина заходит в гараж. Но сбоку должно быть, не забывайте, метра два бокового интервала. Есть, конечно, еще другие способы заезда в гараж. С наклоном кузова, когда машину наклоняют. Есть способы заезда, когда заезжают по зеркалам. То есть, ну это как бы для новичков немножко сложнее. Но я сделаю еще заезды по зеркалам и сделаю еще с наклоном кузова. В принципе, я уже эти видео делал, но будет еще один продублированный в более хорошем качестве. В общем, думаю, информация будет для вас полезна. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Также у кого есть возможность поддержать канал материально, можете перейти по ссылочке в описании и поддержать канал. Буду продолжать еще снимать новые видео с полезной информацией для вас. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.